добрый день друзья приветствую вас на своем канале и сегодня мы сделаем небольшой обзор вот такого вот устройства это называется крышка для сухопарника для самогонного аппарата я его заказывал на вальдбересе спасибо друзьям которые помогли это сделать это стоит примерно в районе 500 рублей я вам сейчас расскажу как я его использовал какие еще много всяких скрытых функций в нем есть какие варианты установок и тому подобное очень универсальность скажем так сухопарник итак поехали и прежде чем разобраться в его устройстве мы пока его временно отложим мы рассмотрим его штатная вот обычное применение как он выпускается как он делается продается как его можно использовать опять же столько вариантов используем вот допустим банка это у нас функция сухопарника вот он такой же он имеет здесь крышку которая навинчивается на банку на винтовую с винтовым горлышком можно его использовать так то есть можно и на более меньшую банку прикрутить если вам допустим двухлитровая много можно его и на литровую или полтора литровую использовать главное чтоб позволял вот этот вот конец который длинный чтоб не упирался в дно сейчас мы это временно отставим вот как можно его это его стандартное скажем так применение то есть как все подключают сюда вот вот перегонного куба на этот длинный конец вот и отсюда во уже уходит на холодильник многие его используют еще как барбатер то есть это может и как сухопарник использовать либо как барбатер но для барбатера нужно заполнить уровень жидкости до нижней конца длинной трубки чтобы немножко она скрывалась и тогда пары спирта которые идут у вас от куба будут проходить через через жидкость и тем самым будет более очищаться здесь они через короткий конец будут уходить уже в холодильник в это как бы более распространенный вариант это первый то есть сухопарник и как барбатер второй вариант можно использовать его еще подключив вот таким вот способом об этом я уже рассказывал в своих предыдущих видео и какой эффект я от этого получил то есть в таком положении когда вот сюда подключается трубочка от перегонного куба а это идет на холодильник от длинной тогда как барбатер его использовать нельзя только как сухопарник но получается тогда сухопарник с более качественным более лучшим очищением от сивушных масел опять же предыдущих видео у меня есть видосы где сравнивал вот такой вариант подключения когда суда подходит от куба отсюда на холодильник и вот такой вот вариант подключения тоже использовал когда сюда подключал от куба на короткую а длина идет уже на холодильник и вот во втором таком положении у меня получилось сивушных масел гораздо больше чем в первом положении это вот как бы вторая функция данного крышки для сухопарника чем еще какие функции можно еще здесь найти ну давайте сперва мы его разберем если допустим вас не устраивает вот это вот длинная трубочка не обязательно ее здесь перерезать вот здесь тоже с этого конца есть сантиметра два выпуск можно сделать по-другому то есть давайте мы его разберем и посмотрим из чего он состоит разбирается он довольно таки легко здесь есть два шурупика две гаечки и вот так вот он снимается здесь на саморезах есть силиконовые кольца здесь тоже есть силиконовые кольца которые уплотняют трубку сейчас мы вам это разберем чтобы снять крышку нужно их снять потому что они очень плотно сидят силиконов прозрачные и вот так вот он разбирается здесь уже сварено это крышка вот так так вот ребята если вам не устраивает его обычный вот такого традиционное использование а вам хочется сделать допустим сухопарник с короткими концами и вот чтобы не обрезать длинную трубку можно его сделать вот так это третий вариант но чтобы сделать вот так нам достаточно вот эту вот крышку разобрать перевернуть вот так опять же используя все необходимые подкладки не прошу прощения не так перевернуть крышку и собрать его в обратной последовательности вот так и тогда вы уже можете его надеть сюда но это нужно скручивать долго что времени отнимать я думаю всем понятно получится у вас вот такой вот сухопарник сюда подцепили шланги и у вас будет с короткими трубочками это как бы сказать так сказать четвертый вариант его использования то есть получается довольно таки вот такой вот универсальный универсальный агрегат за 500 рублей но чем еще пятый вариант его использования если вас не устраивала эта крышка ну скажем со временем прохудилась там и еще что там что-то проржавела и так далее кстати это все выполнено из нержавейки а это вот обычная крышка с дырочками у вас уже есть как бы макет этих дырочек вы можете использовать либо такую же новую заменить просто либо использовать более большего диаметра для более большего объема банки то есть вы можете приложить эту сюда вот так отметить здесь просверлить и опять же его собрать и у вас получится такой же закупальник на большую банку с большим горлышком но самое что интересно его можно использовать еще и на вот такую вот обычную крышку пластмассовую для обычных банок также можно приложить просверлить собрать его и одевать уже на разные банки какие вам вы хотите вот даже можно использовать вот на вот такую вот 10 литровую банку просто я это говорю для обзора как бы крутить просверливать чтобы времени отнимать я не стал и у вас будет вот такой вот сухобарник 10 литровый в чем отличие и лучше чем другие крышки другие крышки продаются тоже такие же но со скобой я думаю все многие в магазине в интернете кто этим занимался интересовался видел так вот у них только одно применение только на одну банку на один размер здесь же как вы видели можно его использовать переоборудовать на вот такую крышку на вот такую крышку под разные банки под разные объемы и собирается он тоже довольно таки легко без всяких особых хлопот надеваются силиконовые колечки скажем так прокладочки они натягиваются очень плотно и при моем использовании ни разу я не видел чтобы что-то сифонило из под них вот так вот быстренько незатейливо все это дело и собирается ну закручивать не буду чтобы не тянуть время так что ребята всем кому понравилось было интересно и поучительно ставим лайки подписываемся на канал до новых встреч